Шахматы. Для развития этого вида спорта в республике принята государственная программа, в которой поставлена цель войти в десятку мирового рейтинга. Благодаря поддержке со стороны государства наши шахматисты показывают высокие результаты. Занимают призовые места на различных турнирах и соревнованиях, прославляя страну на международной арене. Очередным примером стали 10 наших соотечественников, в которых приняли участие в 44-й всемирной шахматной альпиаде в Индии. Впервые шахматная олимпиада проводится на родине этой игры, в Индии. Калейдоскоп эмоций впечатляет. Азарт, хладнокровность, высокая концентрация, напряженность, мышление и главное стремление к победе. В городе Чинай за звание лучшей шахматной нации мира поборются представители 188 стран в рамках 44-й всемирной шахматной олимпиады. В составе мужской сборной честь нашей страны защищают Нодербек Абдусатторов, Джахонгир Волхидов, Нодербек Якубоев, Шамсидин Волхидов и Джавахир Синдеров. Целеустремленные шахматисты, несмотря на свой юный возраст, уже имеют достаточный опыт в соревнованиях регионального и мирового масштаба. Большие надежды подают и члены женской сборы нашей страны, в составе которой Лильфария Кубоева, Умидо Амонова, Мафтуна Бабомродова, Афруза Хамдамова и Марджона Маликова. Многие из них уже успели отлетиться на чемпионатах мира и Азии. Данный турнир имеет такую же популярность, как чемпионат мира по футболу. Узбекские шахматисты обыграли сборные Непала, Фарерских островов, Словении и Словайки, сыграли в ничью с США, фаворитами турнира. Нельзя не отметить яркую победу Надербека Абдусатторова, который смог одолеть более опытного соперника, 30-летнего Фабиана Каруану, который имеет рейтинг выше 2700. Таким образом, после пятого тура Узбекистан расположился на третьем месте турнирной таблицы. В активе нашей страны 9 очков. Это 4 победы и 1 ничья. У женской сборной Узбекистана после 5 туров 6 очков. В шестом туре Олимпиады наши шахматисты играют против хозяев соревнований со сборной Индии, занимающей четвертое место в турнире. А девушки проводят встречи против представительниц Шотландии. До этого этапа сборная показала превосходные результаты. Не стоит забывать, что здесь участвуют сильнейшие гроссмейстры и мастера со всего мира. Ведь это большая Олимпиада. Всего лишь один раунд может поменять многое. Конечно, для того, чтобы удержать позиции, надо показывать лучший результат в каждом матче. И мы приложим все усилия для этого. Мы провели сложные противостояния с фаворитом турнира, со сборной Америки. Ребята выступили блестяще. Мы сейчас проводим раунд уже с Индией. После перерыва нас ожидают еще 5 раундов, и мы надеемся на лучшие результаты. Я был в Узбекистане дважды. Мне даже удавалось посоревноваться с Рустамом Касымджановым. Участвовал даже в шахматном фестивале, который проходил в прошлом году. Я лично был свидетелем того, какое большое внимание уделяется развитию шахмат в Узбекистане. Я вижу, как ваша сборная показывает очень хорошие результаты здесь. Думаю, что противостояние между Узбекистаном и Индией будет интересным и бескомпромиссным. В рамках шахматной олимпиады в Чинай также состоится и заседание Генеральной Ассамблеи ФИДЕ. Пройдет тендер на выбор места локаций следующих соревнований. То, что Узбекистан имеет право и заслуживает, чтобы Олимпиаду провели в 26-м году в Узбекистане, это я приветствую, потому что если страна очень сильная, если страна показывает хороший результат, это говорит о том, что там есть массовость, там есть понимание, там есть понимание. И это такие страны должны поощряться, и там должны быть вот такие большие соревнования. В рейтинге Международной шахматной федерации Узбекистан занимает 19-е место среди 162 стран. И еще один высокий показатель – количество международных грейсмистеров – 31 спортсмен.